Валуевский и Ульяновский Но московский не только сам очень зеленый. Знаете ли вы, что он снабжает всю столицу зеленью, овощами и цветами? На территории поселения целых два крупных агропромышленных комплекса. Они так много значат для района, что отсылки к ним есть на гербе московского. Само городское поселение создано относительно недавно. В его состав будет 9 населенных пунктов. Но считается, что история московского берет начало от деревни Передельца, известной с 16 века. Я сейчас нахожусь рядом с Ульяновским лесопарком. Он имеет статус особо охраняемой зеленой территории. А вы знаете, что в нем есть столетние дубы? А может даже еще и постарше. Кроме этого, в лесопарке водятся различные животные. Плазки, горностаи, лисы, кабаны и другие. Но встретиться с ними маловероятно. Иду я в парк Филатов Лук. Он является частью Ульяновского лесопарка и недавно был благоустроен. Здесь есть что вам показать. Кстати, это не только комфортный парк с природным ландшафтом, но и удобная дорога до одноименной станции метро. Если устал по пути, можно присидеть на скамейку отдохнуть. Кстати, добираться можно не только пешком, но и на велосипеде. Здесь есть велопрокат, а у метро крытая велопарковка. Ну и сама велодорожка очень живописная. Если вы не спешите по делам, а просто хотите пройтись, пожалуйста, вот такая тропа протяженностью 2 километра. Можно гулять и любоваться. На что обращаешь сразу внимание, это пирголы. Их много, и они очень разные. Арочные, угловые, с лавочками и садовыми качелями. В парке есть чем заняться любому. Для детишек при высмотре на целых 6 игровых площадок. Есть 5 современных спортивных зон. Мы с вами увидели эту тропу в парке Филатов-Лук. Я вам хочу показать еще одну в третьем микрорайоне. Она относится к Валуйскому лесопарку. Чем же интересен этот экологический маршрут? А вы знаете, что проектор заработала девятиклассница? Да-да, в рамках Всероссийской школьной олимпиады по экологии. Здесь есть указатели, информационные стенды, красивые разные колонны с фигурами медведей и филина. А сама тропа деревянная. Надеюсь, этот пример обязательно вдохновит и других детей. А наш рассказ побудет и вас приехать в «Зеленый Московский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова